Итак, мы приветствуем Жао Умарова, старшего тренера сборной России. Вопросы будут по Розанбеку Джамалову. Насколько его победа была очевидна для вас, для его болельщиков? Розанбек Джамалов, он сеньорской команды, буквально ворвался в взрослую команду и считается одним из самых перспективных борцов в этой весовой категории. Поэтому, честно говоря, для меня такой неожиданности не было, что он выиграл. Я ожидал, я знал, что он каждым днем прибавляет вообще в своем мастерстве. И я ожидал, что в прошлом году он боролся 70 килограмм, но он растет, и вот 7-4 килограмма он очень здорово себя завел. Я думаю, что для многих это не такая большая неожиданность, что вот он выиграл. Вы как специалисты смотрите, естественно, с первой схватки и соперников, а там несколько чемпионов мира, два двукратных чемпионов мира действующие. Вы уже с какого момента стали понимать, с одной восьмой финал, с одной четвертой, что вот у него пошла борьба в этот день? Вот первой схватке он немножко так заторможенный был, но уже со второй, третьей схватки я уже понял, что он уже в хорошей форме. Просто первая схватка бывает, обычно тяжелая она, такая водная схватка. Но уже потом я вижу по его координации, движению, что он атакующий плана борец. Он во всех, и в корпусе, и в ногах, везде он очень хороший, и защита хорошая. И парень, он такой агрессивный борьба у него. Я думаю, что у него большое будущее на международной арене. Ну вы следили за соперниками, вот какой-то анализ уже происходил в голове, что кто-то не очень готов, вот из основных лидеров, и понимали, что появляется шанс у молодого парня. Да, я видел там вот Седаку, я думал, он не в лучшей форме был, вот у него схватка с Цаболовым. Я вижу, что он так, не в своей высшей кондиции. Поэтому я сразу понял, что у Джамалова есть шанс, Розенбек может их одолеть. Я уже думал о его победе, что он выиграет из соревнований. А вот он это и подтвердил, что бороться так здорово. Ну так как он чемпион мира среди молодежи до 23 лет, и понятно, что основные соперники у него пока в России, чтобы закрепиться в сборной. Но он смотрит, анализирует зарубежных соперников. Вот есть такая работа, моделирует, как противодействовать против сильнейших в категории 7-4. Да, 7-4 килограмм на международной арене очень сильные соперники. Тот же Баро, Чамиза, эти ребята уже очень титулованные олимпийские чемпионы, чемпионы мира. С ними надо будет особо подходить, и под каждого из них надо готовиться ему индивидуально, я думаю, в будущем. А так по своим стилю борьбы он может с ними побороться хорошо на высшем уровне, я думаю так. У него разнообразный технический арсенал, а он атакующий планы борец. Поэтому я думаю, но все равно я думаю, что ему надо на этих ребят готовиться индивидуально. Каждому индивидуальный подход должен быть против каждого из них, надо готовиться. Потому что там очень сильные ребята в этой весовой категории, международные, американцы, итальянец, кубинского происхождения. Там сильные ребята. Ну, так как вы знаете сильные стороны Розанбека, а кто ему более удобен? Чамиза или же Бароуз? Я думаю, Бароуз, Бороуз, Команый такой борец, он может его хорошо проектировать. Чамиза, ему надо будет более так, потому что те пластичные, те гучи, у них та борьба такая немножко однотипная, они оба такие растянутые. Вот с ним ему немножко сложнее будет. А с Бароуза, я думаю, он должен справиться хорошо. И тогда вот несколько слов, я практически этого парня не видел, не знаю, вот впервые его вижу здесь. Что за человек вообще вот он, какой? Розанбек сам по природе очень такой дружелюбный, такой отзывчивый, хороший парень во всех отношениях. Он доброжелательный и с соперниками, со своими. Ну, вообще-то открытый такой парень, добрая душа, короче, как говорят. Я желаю ему большой спорта на будущее и думаю, что у него это есть возможность достичь. И при хорошей работе нельзя останавливаться вот там на определенном результате. Надо все время работать, усовершенствовать себя и готовиться до больших турниров. С кем он дружит в национальной сборной? Ну, есть такие крепкие отношения? В национальной сборной он с Чакаевым дружит, с нашими ребятами. Ну, с многим нашим ребятами, с Хазриевым, с ребятами. С чеченцами в основном? Да, с другими ребятами он дружит, со всеми ребятами. Он параллельно зачет в Москве дает. И многие в сборной команде он совсем очень хороший, оттеченный. И еще вопрос. Любой тренер, когда растет ученик, ставит максимальные задачи, а в нашем случае говорит об Олимпийских играх. Говорите с ним и о каких играх? Токио-21 или Париж-24? Ну, Токио-21 тоже не сбрасывается счету, потому что он прибавляет, все будет решаться на чемпионат России следующего года. Нам надо свой статус подтверждать. Или же, если будет стартовать на чемпионате мира, все будет зависеть, как он отборется на международных соревнованиях. Потому что в этом весе у нас в стране тоже есть двукратный чемпион мира, который этих активных ребят проходил, седанку и другие ребята. Но ему надо на будущем чемпионате мира подтвердить свой статус. И тогда уже 21-я Олимпиада тоже близка. А так в будущем, я думаю, его все победы еще впереди. 25-й, 24-й как-то. Ну, немножко беспокоит, что колени. Я смотрю уже на колени, как борется молодой парень. У нас в этом весе есть самый знаменитый спортсмен, ныне депутат Буасар Сатиев. Они общаются вообще? Он как-то смотрит за ним? Обязательно. Буасар все время следит за его успехами, все время курирует его дела. Потом и Адам Сатиев же вторым тренером у него является. Вот поэтому, а он постоянно в его поле зрения. Советы дает. Я думаю, ему хорошая замена растет. Буасар Сатиева в этой весе категории. А он, получается, не в школе же Сатиевых вырос как молодой спортсмен, да? Он в какой школе сформировался? Ну, он там, да, в Сатиевых в школе. В Сатиевых, да? Да, там вырос. У него тренер. Они вместе работают в этой школе. Буквально в маленькой весовой категории он боролся 65, там, и вот пошел он нервный. Видать, с возрастом набирает вес. Ну, Адам, наверное, с ним тоже на ковре стоит, да? Он же и по комплексе такой похожий. Да, да, он с ним тоже работает. На соревнованиях он бывает с ним, советуют его поддерживать. Вот, поэтому, вот Сайдил Баталов, у него первый тренер, но вот Адам тоже второй тренер, они вместе, короче, все. А так, у него первый тренер Сайдил Баталов, вот, а и Адам тоже вот с ним работает. Такой тренерский тандем, который хорошо сочетается и приносит результаты. Ну, что ж, очень хорошо, что перенос Олимпиады, вот, для кого-то он дает шанс и разобег вот тот случай. Ну, да, вот его шанс, потому что в прошлом году, если этот год взять, он на чемпионат России не заявил себя, ни на что не претендовал. А сейчас у него буквально шанс есть. Сейчас выиграл Россию, сейчас чемпионат мира. Если он будет участвовать, если он там успешно выступит, то он реально может заявлять в тензии на Олимпийской игре. И еще, сегодня третий день соревнований. Чем интересен для вас, как тренера, как тяжеловеса, вот этот день, за кем следить? Ну, я сборная команда за тяжелый вес отвечаю. Сегодня основные тяжеловесы, Хазриевы, вот, борются. Ну, основные наши тяжеловесы, будем просматривать, кто какой формы. Хазриев впервые, вот, у него была тяжелая травма руки, он восстановился, вот, сейчас будет пробовать. Это плечо или что? У него локтевой связок был, вот, сейчас вот он будет стартовать, первый старт у него после этой травмы. Будем смотреть, как кто, за ребят в какой форме, поэтому, сегодня, у меня особый интерес. У меня тоже интерес, у меня отец тяжеловес, плюс, всегда считалось, что в России мощный тяжеловес, а вот последние годы у нас как-то просела эта категория. Почему? Как вы считаете? Ну, смена поколений была. Наши великие такие тяжи, ваш отец и Александр Бутов, давно было. Ну, после этого был Махов был, у нас и другие ребята, и Мусульбес, много же ребята были хорошие. Ну, вот, смена поколений произошла, такая пауза получилась. И какая-то вот пауза была, вот, время вылетело, наши тяжи не могли ни на Европу, ни на мире в тройку входить. Ну, вот, слава богу, что вот Хазриил подошел, и Европейские игры выиграл на Европу, третий стиль, и он уже имел шанс выиграть на Иргенском турнире. Вы помните, как он, это, Айгуль, олимпийский чемпион, вообще там сильно выиграл? Я думаю, потенциал у него есть с этими ребятами бороться. Я думаю, что у нас тяжи появится. Есть молодые еще ребята там. Еще молодые, это важно. Молодежные, которые Пенс выиграли, ребята, Хазонов, там еще другие ребята есть, хорошие. Младших, Израил, тоже очень хорошие. Третий брат, да? Да, да. Трое брат, и все они перспективные ребята. Вот чего им пока не хватает, чтобы с Петриашвили бороться на хорошем уровне, ну, и, в общем-то, стабильно с тем же Айгюлем. Психологически они не пасуют перед ними? Факторы психологически, потому что немножко чуть-чуть неуверенно бывают. Но я думаю, это пройдет. А так они по борьбе, они такие ребята, что не мандражисты, они борются, если уходят. Немножко соревновательного опыта с ними не хватает. Я думаю, что Анзор уже выиграл Айгуду. Он уже более-менее психологически, если установится, то, я думаю, им по зубам они эти ребята. Айгуду. Айгуду.